Всем привет! Меня зовут Евгения. Продолжаем серию мастер-классов по персонажам сказки Колобок, пальчиковые игрушки. В сегодняшнем мастер-классе я предлагаю вам связать мишку. Для вязания медведя нам потребуется крючок, у меня номер 2, ножницы, большая иголка, чтобы сшивать детали, маленькая иголочка, чтобы пришивать бисер глазки, наполнитель, наполнителя нужно будет немного, у меня холофайбер, можно использовать любой пряжа. Основной цвет обязательно коричневый и совсем понемножку других цветов, двух других цветов, любых. Для глазок я использую вот такой крупный бисер черного цвета. Тихорка детская новинка, 200 метров в 50 граммах, 100% акрил. Приступаем к вязанию нашего мишки, начинаем вязать с головы, голова туловища у нас будет одна деталь. Набираем 2 воздушные петельки, в дальнюю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. Вяжется все очень легко, пряжи уходит мало, так что смело сюда можно использовать остаточки. Первый ряд 6 столбиков у нас получилось. Во втором ряду делаем прибавки. Из каждого столбика без накида вывязываем по 2 столбика. В конце ряда у нас получится 12 столбиков без накида. Если нужно, кому-то поставьте маркер. Ниточку я спрятала между столбиками, а потом внутрь детали. Довязываем этот ряд. В конце ряда будет 12 столбиков. В следующем ряду мы делаем снова прибавку. Первый столбик провязываем, из второго делаем прибавку. Третий провязываем один, из четвертого делаем прибавку. Так мы будем делать прибавку до конца ряда, через петлю. В конце ряда у нас будет 18 столбиков без накида. Довязываем рядочек. У нас получается 18 столбиков без накида. Я вам показываю, просчитала 18. Теперь вяжем 5 рядов по 18 столбиков без накида. Прибавки мы больше делать не будем. Эти ряды вы провязываете сами. Потом возвращаетесь, мы с вами дальше вместе продолжаем вязать. Провязали 5 рядов. Теперь делаем убавку. Первый столбик провязываем один. Второй и третий провязываем вместе. Четвертый столбик один провязываем. Пятый и шестой снова вместе. И так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. Довязываем рядочек. В конце ряда у нас 12 столбиков будет. И самое такое удобное отверстие, чтобы набить. Небольшое уже, немаленькое. Так, 12 получилось. Теперь берем наполнитель и наполняем нашу голову. Помогаю всегда себе ножничками. Сразу набивайте туго, поправляйте, расправляйте. В этом ряду мы снова делаем убавку. Первую и вторую вместе провязываем. Третью и четвертую петлю. Пятую и шестую. Ну и так до конца ряда. В конце ряда у нас 6 столбиков без накида. Теперь следующий ряд мы будем провязывать просто 6 столбиков без изменений. И такое отверстие у нас и останется у игрушки. При необходимости туда можно добавить наполнитель. Обрезаем нить, меняем на нить другого цвета. Стуловище мы будем вязать в две нити, чтобы оно было плотное, хорошо держалось на пальчике. В этом ряду мы делаем прибавочку. Из каждой петли вывязываем два столбика. Хвостики, как обычно, прячем между столбиками без накида. Длинные можно будет потом обрезать или внутрь игрушки спрятать. На игрушечку нам немного пряжи нужны. Смело можно сюда использовать остатки разных цветов. Берем коричневый, без которого нам не обойтись мы вяжем медведя. А два других любых. Потому что, я думаю, кто занимается вязанием, всегда такой вопрос, когда пристроить остатки. В игрушке это очень удобно делать. Вот я сейчас добавляю наполнитель. У меня неплотно набита лаван. Головка должна быть кругленькая, плотно держаться. Форму держать ее. Поэтому добавляю очень удобно. Добавить наполнитель. В этом ряду мы снова делаем с вами прибавочки. Первый столбик один. Из второго вывязываем два столбика. Из третьего один. Из четвертого два. Вяжем так до конца ряда. В конце ряда у нас 18 столбиков вывязываем. Довязываем этот ряд. Вот у нас получилось 18 столбиков. После этого мы будем вязать 5 рядов по 18 столбиков без прибавок. Здесь уже вяжете сами, а потом продолжаем вместе. Провязали 5 рядов по 18 столбиков без прибавок. Нить мы обрезаем, меняем на нить другого цвета. Хвостики так же прячем между столбиками. Вот этого перехода у нас не будет видно. Мы потом ручку пришьем на этом уровне. И ручка будет закрывать переход, если он вас смущает. Либо можно сделать соединительной петлей, чтобы не так заметен был переход. Или еще другой вариант. На это место можно пришить хвостик. Продолжаем вязать. Теперь мы провязываем 4-5 рядов синей ниточкой. И закончим вязание. Провязали 5 рядов. Теперь делаем соединительную петлю. Нить обрезаем. Закрепляем. Сейчас я покажу вам, как ее спрятать можно. Прячем мы ее вот таким образом. Но, чтобы в дальнейшем она все-таки не вылазила, то лучше хвостики пришить изнутри. Вот такая деталька у нас с вами получилась. Переходим к вязанию следующей детали. Мы будем вязать с вами ручку. Набираем, как обычно, 2 воздушные петельки. И провязываем 6 столбиков без накида. Ручку мы вяжем с вами одной ниточкой. Нам не нужна она толстая. Она и так прекрасно форму держит. Провязываем еще 6 столбиков без прибавок во втором ряду. В следующем ряду мы снова провязываем 6 столбиков без накида. Также коричневой ниточкой. Наполнять ручку мы не будем. Мы не наполняем ручки. Она и так прекрасно форму держит. Довязываем рядок. Довязали. Ниточку обрезаем. Ниточку оставляем короткую. Нам только привязать новую нужно будет. Берем зеленого цвета. Потому что верхняя часть медведя, наша рубашечка, связана с зеленым цветом. Нить закрепили. Провязываем 5 рядов по 6 столбиков в каждом. Здесь вяжете сами, а потом дальше снова будем продолжать вместе. Провязали 5 рядов. Теперь закрываем вязание нашу ручку. Столбиками без накида. Один столбик. И второй столбик. Ниточку отрезаем по длине. Оставляем. Потом мы этой ниткой сразу ручку пришивать будем. Все, закрепили. Вот такая ручка у нас получилась. Нам нужно будет 2 детали связать. Теперь вяжем следующую деталь, нос. Также коричневой нитью набираем 2 воздушные петельки. В первом ряду провязываем 6 столбиков без накида. Когда мы вяжем носик, прибавки мы не делаем. Во втором ряду мы также провязываем 6 столбиков без накида. И также мы провязываем в третьем ряду 6 столбиков. В конце делаем соединительную петлю. Ниточку обрезаем по длине. Теперь вяжем следующую деталь. Это наше ушко. Также коричневая ниточка. Набираем 2 воздушные петельки. И провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4. И последний, пятый столбик. Ниточку обрезаем. Длинный хвостик для пришивания детали. Закрепляем. Ушко готово. Начинаем нашего медвежонка сшивать. Здесь я видео немножко ускорю. Я думаю, так будет все достаточно понятно. Берем наш носик. В носик добавляем немного синтепона, холофайбера. Чтобы формочку наша морда хорошо держала. Вот такой маленький комочек я в носик уложила. И теперь пришиваю. Еще хочу сказать, что наш хвостик для мишки мы вяжем точно так же, как и носик. Также 2 воздушные петли. Потом 3 ряда по 6 столбиков без накида. Продолжаем пришивать. Ниточки закрепляю я вот так. Просовываю через детальку. Завязываю 2-3 узелочка. Длинный хвостик я обрезаю. Короткий прячу снова внутрь. Если мы и раньше мастер-классы смотрели, то видели, я всегда так закрепляю ниточку. Следующее, что мы пришьем наши ушки. Хочу напомнить, что я жду от вас фотографий с вашими работами по моим мастер-классам. И отдельное спасибо тем, кто уже фотографии прислал. Очень приятно. Приятно, что мастер-классы не зря делаются. Приятно, что есть от вас обратная связь. В общем, жду вашей работы. Присылайте. Сделаю отдельное видео, посвященное им. Ниточку закрепляем. Хвостик. Два хвостика продеваем в детальку. Завязываем узелочки. И потом снова прячем внутрь. Аналогично мы пришиваем второе ушко. Дальше мы пришиваем лапку. Лапку пришиваем вот как раз в то место, где у нас смена ниточки была, чтобы она была не так заметна. А можно было на нее пришить хвостик. Еще лучше было бы. В этот раз так сделала. По нескольку крепких стежочков. Ниточку вдеваем в руку. Через дырочку выпускаем. Два-три узла. Обрезаем длинный хвостик. И прячем внутрь детали. Одна лапка пришита. Точно так же пришиваем вторую. Теперь нам осталось пришить хвостик. Хвостик мы пришиваем без наполнителя. Он и так у нас форму хорошо держит. Большой он нам не нужен, чтобы от наполнителя еще расширялся. Вот последняя деталька связанная. Хвостик. Не всем игрушкам пальчиковым я делаю хвостики. Это сейчас уже на мастер-классе. А так стало... В основном вяжу без хвостов. Не знаю, особо нужны, не нужны. Можете написать свое мнение в комментариях. Свои комментарии оставить. Ниточку точно так же закрепляем. Два узелочка. Длинный хвостик отрезаем. Покороче делаю. И детальку прячем. Так, нашему мишке осталось сделать вышить глазки и пришить носик. Носик можно ниточками вышивать. Можно пришить так же, как и глазки и бисерин. Подносим сначала бисер на иголочки. Я смотрю, какое выражение будет поближе, подальше. И глазки пришиваю всегда в ямочки между столбиками без накида. Делаем несколько стежков, пришиваем глазки. Пропустили иголочку внутрь носика. Вот я показываю, можно вышить нитками. Можно пришить бисер, бусинку. Конечно, второй вариант гораздо быстрее. А если вы решили носик все-таки вышивать, то лучше вышивать не вот такой обычной ниточкой, которой я пришиваю бисер, а пряжей. Тогда это будет быстрее. И можно будет носик сделать такой большего размера черненький. Ниточку закрепляем точно так же, как и все остальные нитки. Вот мы с вами доделали медвежонка. Наш мастер-класс подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. В следующих видео мы свяжем остальных героев этой сказки. Колобок, пальчиковые игрушки, пальчиковый театр. Не забудьте оценить видео, если оно вам оказалось полезным. Подписывайтесь на мой канал. Постараюсь еще много для вас снять интересных мастер-классов. В общем, всем спасибо. С вами была Евгения. Пока-пока.